Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу извиниться с вами за задержку по техническим причинам. Кто-то не дает основания, чтобы видеть программу нашей встречи, где позвольте приступить к реализации. Как известно, с прошлого года я еще в год вступил в силу 44-й федеральный закон о контрактной системе для закупок товаров и обеспечения государственных муниципальных обеспечений. И мы с самого начала поддерживали переход на контрактную систему, участвовали в подготовке целого ряда изменений и дополнений в проект, федерального закона. Ряд замечаний наших учтено, и мы продолжаем эту работу. Сегодня системно хотим поговорить о том, что... сегодня мы системно хотим поговорить о тех дополнительных возможностях, которые дает федеральный закон о контрактной системе, которые дают федеральный закон о контрактной системе. на базе того опыта, который был накоплен в 94-м ФАЗе, это многих изменений. Я бы хотел отметить Пермскую, Ульяновскую, Волгоградскую палаты, палату Красноярского края, Тульская, Южноуральская, Саратовская. Поэтому мы видим, если посмотреть услуги, то три блока этих услуг. Первое. Это образовательная деятельность. Все вы знаете о том, что Международный институт менеджмента и объединение предпринимателей по торгово-промышленной палате уже осуществляет подготовку преподавателей числа сотрудников торгово-промышленной палаты и тех, кто сотрудничает с торгово-промышленной палатой, готовит специалистов по управлению госзакупками. И есть очная форма обучения, есть заочная форма обучения. И мы считаем, что ряд палат используют эти возможности и в полной мере ведут подготовку специалистов в непосредственных местах. Больше всего акцент делается на муниципальном образовании, и эта практика себя оправдывает. Второй блок, о котором мы сегодня будем говорить, это оказание помощи малому и среднему предпринимательству, взаимодействие с банками, использование электронных площадок и выдача электронных подписей, а также подготовка специалистов, которые могли бы работать на электронных площадках. И третий блок, может быть, один из ведущих и более объемлем, это сфера услуг в области экспертизы, начиная от определения начальной цены, контракта, приема готовой продукции и целый ряд других направлений, о которых более подробно будем говорить завтра. Сегодня в нашем вебинаре принимает участие председатель комитета по госзакупкам, такой комитет вы знаете, созданный в торговой промышленной палате, первый вице-президент Банка Москвы Ястреб Александр Григорьевич, директор департамента малого бизнеса Банка Москвы Екатерина Сергеевна Орлова, Антон Андреевич Емельянов, генеральный директор единой электронной торговой площадки, который здесь у нас присутствует, будет выступать и принимает участие руководитель департамента по развитию бизнеса Олейник Даниил Александрович. Поэтому с учетом нашей задержки и отведенного регламента, который мы планировали, мы переходим к выступлениям. Я попросил бы взять слово представителя комитета торговой промышленной палаты по госзакупкам первого заместителя президента и представителя правления Банка Москвы Александра Григорьевича Ястреба. Пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги. Я вас рад приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Такая необычная, но очень современная форма проведения таких мероприятий, которые позволяют в современное расстояние часовые пояса, всем собраться вместе и обсудить достаточно актуальные проблемы, меняться мнениями. И очень приятно, что это мероприятие проходит сегодня здесь, на ДТП, учитывая серьезность и, скажем так, перспективность этой темы и совместного сотрудничества. Надо сказать, что торгово-промышленная палата является одним из самых активных участников не только общественной 44-й, но и предыдущего периода времени, когда активно работали по 94-му федеральному закону. Этот закон был непростой, он рождался в уголке и в течение действительно периода времени многие общественные институты, правительства, предпринимательства вообще занимались процессом совершенства. И в итоге вот появился 44-й федеральный закон, который много из того, что было доработано в процессе работы в 94-м федеральному закону, было уже число, и, условно, было достаточно много инициатив, которые должны позволить с одной стороны сделать консультуру похода простой, понятной и, можно сказать, открытой. С другой стороны, обеспечить доступ для различных институтов и малого бизнеса, среднего, крупных представителей заказа, исполнителей заказа, ну, безусловно, общественности для того, чтобы обеспечить достижение тех результатов, которые планируются, как правило, при проведении этого заказа, а именно в качестве повышения комфортного проживания людей, населения, формирование новых рабочих мест, актуализация экономического роста, безусловное внедрение общественного рода и государственного процесса в нашей экономике. Поэтому, безусловно, идея создания комитета при торгово-промышленной классе была очень степременна, актуальна, и в рамках работы комитета мы рассматриваем проводить достаточно активно мероприятия, связанные и с различными поддержками участия малого предпринимательства, и получаются в исполнении госзаказа. Безусловно, развитие системы решения коммерческого арбитража и действий судов, как вы знаете, сейчас позиция более четко прописана в федеральном законе. Это разработка инициатив, предложений о совершенстве неграмативно-правового указа по применению федерального закона. и, безусловно, создание такого единого информационного ресурса, где, несмотря на расстояние и различные практики, мы могли бы объединяться, объединиваться информацией, готовить предложения по улучшению работы самого закона, по улучшению работы на местах, формировать такие единые нормативные экологические документы, с тем, чтобы повышать эффективность взаимодействия бизнеса с госзаказчиками, взаимодействия с госзаказчиками с общественными институтами, безусловно, подмечение различных ходов в банки, различных юридических институтов для консультаций, ну и безусловно, пропагандируют работу, которую проводит сегодня торговая промышленная палата. И здесь очень сложно переоценить ту степень воздействия, которую могут оказывать региональные председания торговой промышленной палаты. Владимир Сукович заотметил основные направления деятельности и мы понимаем, что сам по себе закон непростой. вводится достаточно много новых инноваций в порядок регулирования проведения до закупок, контроля, формирование цены отбора после шефов и много другое. И наверняка если говорить про крупные структуры, которые уже не первым годом участвуют, крупные компании, существуют штат финансисты, консультанты, они составляют большого труда привести необходимые мероприятия с участием, подготовить необходимую документацию, для большинства предпринимателей, для большинства участников, которые представляют собой малое и среднее бизнеса, особенно на местах, зачастую бывает достаточно сложно ориентироваться во всем многообразии нормативных справочных документов. и куда прийти в данном случае? Можно обратиться на сайт, поискать документы, можно обратиться к различным родам массовым изданиям, которые уже существуют, можно обратиться к различным конфиденциям, которые проходят. А можно просто прийти по месту в родную торгово-промышленную палату и получить необходимые перечения консультации в части того, как работает механизм обращения в заявке. Продолжаем работать. Получить консультации, как правильно составить документацию и, соответственно, понять где можно получить необходимые решения по ним вопросов по получению банковской гарантии, формирования дефодии, обслуживания банки и, собственно говоря, каким образом организовать работу абсолютно более эффективно использовать различные доступные инструменты для выполнения заказа. Действительно, в ходе 94-го СУЗ было достаточно много критики, в счете того, что сложно отделить среди участников, какие участники являются в качестве малого предпринимательства, какие участники являются по сути сформированные медицинские милиции для обеспечения в день справедливого конкурса, хотя мы все порой бывали админированные к одному полной части. Это тоже вопрос, который необходимо решать в качестве день мероприятия в том числе с органами использования власти непосредственно с муниципальными заказчиками. Если же посмотрим на структуру заказа, на местах в этих экзаменах вы знаете, то в основном это касается каких-то элементарных и стандартных поставок, начиная от скрепов и сельдерских надвижностей до элементаря для уборки территории и трудностейства территории. Очень много участвуют субъектов малого предпринимательства в различном роде текущих ремонтах, можно говорить про объекты энергетики и заканчивая дорожным покрытием. Очень много вопросов, которые связаны с ремонтом многоквартирных домов. Это все предприятия, которые находятся в регионе, находятся в городе и безусловно по ним скажем так, это те потенциальные клиенты, которые должны приходить и интересоваться и задействовать тот ресурс, который есть в торгово-промышленной палате. Мы совместно с торгово-промышленной палатой и тут я уже выступаю от банка Москвы и с ним на такой площадке посмотрели и подумали, что целесообразно наверное пропагандировать комплекс всех услуг, которые связаны с максимальной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства и работе с заказчиками. и это позволит нам совместно выработать все правильное решение и те основные направления услуг, которые можно предоставить с тем, чтобы добиться того эффекта, что можно больше именно с предпринимательства участвовать в исполнении. Законом предусматривается безусловно, что до 15% заказов должно размещаться в малых бизнесах, причем правительство пытается стимулировать всех государств и заказчиков создавать благоприятную среду для участия в малых бизнесах. Если посмотреть по 223-му федеральному закону, там, где регулируется закупка государственных корпораций и монополий, то в этом законе тоже цифра регулируется порядка 20-25% и на сегодняшний день разработана правительственная дорожная карта, где различные исполнительные органы власти, а также общественные институты имеют некоторую карту и дорогу, по которой перечислены мероприятия. должен способствовать максимальной активизации малого бизнеса в исполнении заказов государственных корпораций. Государственные корпорации должны, соответственно, планировать работу с детками малого предпринимательства. и в данной части тоже хочу сказать, что наша работа и комитета, и работа ТПП, региональных представительств ТПП, она не должна ограничиться только федеральным законам, но также распространяться на действия 223 ОФЗ, на тех заказчиков, которые также заинтересованы в работе по размещению заказов среди субъеков малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день много ведется работ по усовершенствованию информативно-правовой базы, и несмотря на то, что закон состоялся 1 января 2014 года, тем не менее, много аспектов еще по применению 44-го закона находятся в процессе куберработки и в процессе формирования новых нормативных правовых документов. Сейчас такая тема, как банковские гарантии на сегодняшний день получила очень большое обсуждение на уровне различных общественных институтов, такие как Ассоциации Российских Банков, на уровне Министерства экономического развития Министерства финансов. Обсуждаются вопросы как ограничить участие недобросовестных банков по предоставлению эффективной гарантии, каким образом должен быть сформированный ресурс информационный по банковским гарантиям, какой должен быть порядок обмена между заказчиком, банком и клиентом по банковским гарантиям. Все это приводит к тому, что, безусловно, система будет становиться более совершенной, но это, соответственно, формирует требования к более высокой квалификации участников и местах. Очень интересный вопрос, он связан с системой, что такое банковское сопровождение. И на сегодняшний день, опять-таки, четких формулировок нет, хотя уже основные калиферии, они разработаны и по данному сопровождению формально сегодня уже Министерство финансово- Министерство экономического развития рассматривает эту систему контроля, где заказчик имеет доступ к тем платежам, которые проводит исполнитель за счет авансов, либо за счет привлечения кредитов, либо за счет собственности, тем не менее игре заказчика все-таки он соревнован в том, чтобы заказ или контракт был выполнен вовремя. И на данном этапе безусловно здесь очень важна роль совместной работы с банком, с заказчиком чтобы обеспечить решение этого вопроса. Как сделать так, чтобы система банковского сопровождения была эффективной, как сделать так, чтобы доступность банковских гарантий для малого бизнеса тоже была эффективной, она не была увязана на какие-то дополнительные требования. Вот весь этот перечень вопросов, которые сегодня мы пытаемся сформировать и сделать фактически основным составом и работы комитета, и работы нашего альянса с участниками, и привлечь дополнительных участников на рынке. Он как раз направлен на то, чтобы количество участников в регионе, которых мы можем классифицировать как малый бизнес, постепенно увеличился, объем заказов увеличивался, ну и соответственно, к чему это приводит? Это приводит, безусловно, к формированию новых рабочих мест, к активизации, нормальных конкуренций, к активизации, очень активного диалога между властью, между бизнесом, и роль группы, здесь очень сложно переоценить, она является такой созидательной. И мы буквально перед выходом заключили соглашение с первым с теми краем в отношении создания такого единого центра по работе с контрактной системой, которая как раз должна консолидировать участие бизнеса, участие операторов электронных торгов, участие банковских структур, для того, чтобы те предприниматели, которые заинтересованы в реализации и в участии этого заказа смогли прийти в одно место, получить полную консультацию, получить исчерпывающую информацию в отношении как проводится за участие в конкурсе, какая есть программа или планы по закупкам того или иного государственного заказчика или государственной корпорации, куда прийти, открыть счет, какие документы необходимо подать для получения гарантии или кредитного формирования обеспечительного депозита, сколько это будет стоить, какие сроки, ну и так далее. Это то, что должно сделать максимально простым и не максимально эффективным работу как раз исполнителя потенциального кандидата на исполнение того иного контакта. И вот это одно единое, скажем, окно как раз должно быть сформировано нашими с вами совместными усилиями. Мы надеемся, что тот опыт, который мы сейчас пытаем, сейчас организовываем с первым, мы сможем в течение этого года расширить максимально широко и максимально активно реализовать эти все подходы и все мероприятия с тем, чтобы уже к концу года мы смогли подвести итоги, насколько наша работа принесла вот этот уже ощутимый эффект и для региона и для страны в целом в поиске громких слов. Тем не менее, начинаем потихонечку, шаг за шагом постепенно разворачиваем фонд работы, который является действительно хорошим и правильным направлением для организации работы в таком обыкновении пола. Наверное, я готов передать слово другим участникам для нашей сферы. Спасибо, Александр Григорьевич. Коллеги, можно? Техническая маленькая ремарочка. Так как у нас конференция ведется в режиме онлайн, я прошу говорить ближе к микрофону, так как участники плохо слышат. Владимира Петровича было слышно хорошо, Александра Григорьевича вот чуть-чуть хуже было слышно. Поэтому прошу говорить к микрофону поближе. Спасибо. Хорошо, спасибо, Александр Григорьевич. Уважаемые коллеги, первое, комитет торгово-промышленной палаты готов рассматривать все проблемные вопросы, которые возникают у региональной торгово-промышленной палаты по всем направлениям, связанным с госзакупками. Это первое. Я бы хотел попросить отметить тот, кто участвует в нашей конференции и просьба, если такие вопросы возникают, можно их сейчас задать, то, что можем ответить. или второе, значит, мы вынесем специально на рассмотрение комитета и дадим исчерпывающие ответы по всем тем направлениям, которые вас интересуют. Самое, может быть, актуальное, то, что реализация закона и его совершенствование находится в динамике, то есть целый ряд методических рекомендаций пока не разработаны, ряд постановлений правительства пока не вышло, и здесь очень важно, чтобы именно на федеральном уровне мы могли вместе с Министерством экономического развития, другими ведомствами эти вопросы рассматривать и давать директивную информацию, как реализовать тот или иной пункт. Это первое. Второе. Мы имеем действительно соглашение с Банком Москвы для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес по всем тем направлениям, которые необходимо решать с банками и не только. Очень сильная структура в Банке Москвы и в этом вы сегодня можете убедиться по поддержке малого и среднего предпринимательства и мы поэтому договорились, что именно Банк Москвы будет базовым банком, с которым мы будем отрабатывать многие вопросы. Это не значит, что мы не будем сотрудничать с другими банками, мы сотрудничаем и вам не запрещаем, но в любом случае должны быть базовые структуры, с кем можно оперативно решать те или иные вопросы. Поэтому Александр Григорьевич, еще раз благодарю вас за участие и о соглашении. Мы действительно с администрацией Пермского края, с Пермской торгово-промышленной палатой, Банком Москвы и электронной площадкой подписали соглашение по отработке всех тех проблемных вопросов, которые необходимы. Но это не значит, что Пермь будет являться только базой. 27 февраля в рамках Красноярского форума подобного рода соглашение будет подписано с администрацией Красноярского края, с торгово-промышленной палатой Красноярского края, с Банком Москвы и электронной площадкой, с тем, чтобы нам расширить географию. И если это будет вызывать интерес в региональных торгово-промышленных палатах и администрации субъекта федерации, я думаю, что мы не формально просто будем подписывать соглашение, а именно соглашение для того, чтобы совместно отработать механизм реализации 44-го федерального закона. Спасибо. А сейчас бы я хотел слово предоставить Емельянову Антону Андреевичу, генеральному директору единой электронной торговой площадки, которая входит в пять электронных площадок, которые узаконены и ведут данную работу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарен за возможность выступить на сегодняшнем мероприятии. И хотел бы отметить, что время проведения его достаточно не случайно. Если говорить о 94-м законе, который вступил в силу пять лет назад и сформировал такую первую волну движения бизнеса в область электронных закупок, участия в электронных процедурах, то 44-й закон как раз способен и наверняка реализует так называемую вторую волну электронного бизнеса, поскольку объем возможностей, которые появляются с его введением и объем возможностей для представителей малого-среднего бизнеса, особенно находящихся в регионах Российской Федерации, возрастают многократно. Что имеется в виду? Во-первых, несмотря на то, что закон уже принят, он постоянно совершенствуется. И достаточно скоро весь рынок ожидает поправок, связанных с тем, что не только электронные аукционы будут являться базовой процедурой, как сейчас проводимой в форме электронной, но также конкурсы, запросы предложений и другие типы процедур также станут в обязательном порядке электронными процедурами, проводимыми на электронных площадках. Безусловно, сейчас проходят, и я думаю, эта практика будет только расширяться, электронные приватизационные аукционы. Я думаю, что волна электронной приватизации это также достаточно большой объем задач и возможностей для бизнеса, которые следует ожидать в самом обозримом будущем. Достаточно планомерно и динамично развивается 223 закон. Уже практически все крупные монополии пока, наверное, не в большом объеме, но так или иначе начинают использовать электронные процедуры в практике своей деятельности. И эта работа будет только нарастать. Безусловно, расширение всех этих возможностей, оно абсолютно заманчиво и перспективно, но мы также хорошо понимаем, что больше возможностей обусловлены и большими сложностями для бизнеса разобраться в том, как, собственно, правильно и наилучшим образом ими воспользоваться. Поэтому, понимая этот факт, формируя свою стратегию на ближайшее будущее, мы абсолютно четко осознаем, что в организации такой работы нам нужен надежный партнер, на которого мы могли бы положиться, партнер, с которым можно работать по всей стране, так как, ну, бизнес, который ведет ЕТП, это проведение электронных процедур разных типов по всей территории нашей страны и наши заказчики субъекты Российской Федерации и крупные федеральные ведомства и государственные предприятия и естественные монополии также проводят такие процедуры по всей стране. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы, так сказать, иметь возможность опереться на надежных партнеров в регионах и быть уверенными в том, что бизнес, находящийся в регионах, будет в состоянии получить, ну, так сказать, и объяснения, и услуги, и возможности выйти на этот рынок самым оптимальным образом, для того, чтобы, ну, собственно, начать более активно зарабатывать, развиваться и, собственно, что для всех нас будет абсолютно позитивным итогом такой работы. Как сказал Владимир Петрович, у нас заключено соглашение с торгово-промышленной палатой и мы очень, нам очень отраден этот факт. За прошедший период мы работаем на рынке электронных торгов уже больше пяти лет. Мы достигли определенных результатов. На текущий момент мы вторая по размеру площадка, то есть ежегодно у нас проходит порядка двухсот тысяч процедур закупочных и реализационных объемом один триллион триста миллиардов рублей. На нашей площадке работают порядка двухсот тысяч поставщиков и там примерно такое же количество заказчиков, но активных из них примерно тысяч пятьдесят. Поэтому поле для работы достаточно большое. И мы, безусловно, крайне заинтересованы в том, чтобы инфраструктура, а это в первую очередь не электронные средства, а именно поставщики, которые активно используют эти сервисы, у нас постоянно развивалась и росла. Поэтому вот тот опыт, который у нас есть по сервисам, связанным с доступом участников на рынок электронных торгов, электронных закупок, разных типов процедур, мы хотели бы предложить на партнерских условиях торгово-промышленным палатам. Мы будем очень рады организовать и развивать такое сотрудничество. И о возможностях такого сотрудничества мы, безусловно, сегодня более подробно расскажем. Что касается преимуществ, которыми мы обладаем на этом рынке, то могу сказать, что за прошедшие годы мы достаточно уверенно заняли позиции на рынке электронной подписи. Мы постарались выстроить эту услугу таким образом, чтобы для поставщика получение было максимально просто, исферпывающе, и мы постоянно помним о том, цена тоже является важным фактором, поэтому у нас, наверное, лучшие цены на этом рынке. Мы, безусловно, понимаем важность и необходимость организации подготовки и обучения участников рынка электронных торгов, поэтому выработан, активно, так сказать, применяется и, что называется, отточен временем определенный комплекс обучающих программ и система подготовки поставщиков, позволяющие участнику уверенно чувствовать себя на электронных торгах, добиваться победы, заключать и исполнять контракты для совершенно различных типов государственных и негосударственных заказчиков. Поэтому мы будем очень рады, если мы сможем дальше двигаться в этом направлении совместно с торгово-промышленными палатами и сегодня мы, безусловно, более подробно расскажем о том, как такое сотрудничество нам видится. Спасибо. Министерство экономического развития и торговли готовит поправку 44-й ФЗ, когда все конкурсы в течение двух лет будут переведены в чат. Сейчас еще есть в бумажном виде, но в течение двух лет в бумажном виде конкурсы проводиться не будут. Я убежден, что данные изменения в сроке ФЗ будут приняты. Это первое. Второе. Нам предлагается по тем программам, которые сегодня разработаны, именно торгово-промышленным палатам проводить обучение участников электронных торгов с проведением обучения в заочной форме, в очной форме, так и рекомендации, о которых будет сказано, которые сегодня разработаны данной электронной площадкой. и третье. У нас есть уже опыт работы по электронным подписям. Называли Тамбовскую торгово-промышленную палату и целый ряд других палат, которые сотрудничают с данной электронной площадкой на выгодных для торгово-промышленной палаты условиях. Поэтому в дальнейшем я попрошу тогда на этом сконцентрировать особое внимание выступающего Данила Алексеевича Оленик в дальнейшем. А сейчас я бы хотел попросить выступить Екатерину Сергеевну Орлову о поддержке малого и среднего бизнеса в сфере закупок банковские продукты для участников торгов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить за предоставленную возможность участия вебинаре и представление предложения Банка Москвы, разработанное по итогам трехстороннего соглашения для участников и исполнителей государственных муниципальных заказов. Продукты Банка Москвы позволят сократить операционные расходы исполнителей государственных заказов и тем самым снизить стоимость исполнения государственных контрактов и облегчить возможность для участия в исполнении государственных контрактов для малого и среднего предпринимательства. Позволите начать представление продуктового линейки совместного предложения Банка Москвы и единой электронной торговой площадки, предназначенной для участников электронных торгов на ЕИТП. Можно презентацию поставить? Первый продукт предоставляется в форме кредитной линии на обеспечение заявки на участие в аукционе на ЕИТП. Он предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии в сумме до 35 миллионов рублей сроком до 12 месяцев. Срок транша в рамках кредитной линии до 90 дней. Стоимость, по которой предоставляется данный продукт, 7,5% годовых. Предоставляется он оперативно в течение трех рабочих дней. При этом отсутствие залогового обеспечения требует столько поручительства реальных собственников бизнеса и участников компании, владеющих совокупно более 51% основного капитала. Для подачи заявки на данный кредит необходимо войти в личный кабинет на сайте ЕИТП и в электронном виде подать заявку на данный вид финансирования. Второй продукт, это тарифный план для клиентов ЕИТП. Предоставляется он бесплатно. В рамках этого предложения открытие счета в рублях и в иностранной валюте предоставляется бесплатно списание платежей, различные виды безначе личного зачисления, несение наличных денежных средств через кассу, зачисление проинкассирования торговой выручки. Тоже все на бесплатной основе. Также выпуск и годовое обслуживание одной корпоративной карты. Третий продукт, это тарифный план для обслуживания участников государственного муниципального заказа. Это для всех участников, исполнителей государственных заказов. Он также предоставляется бесплатно. Открытие счета, заверение карточек с образцами подписей, изготовление заверений, копии всего пакета документов, получение выписок, ведение счета, регистрация в системе интернет-банк-клиент для отдельной категории клиентов, банк предоставляет бесплатно. Помимо целевых программ, Банк Москвы предоставляет различные виды финансирования предприятий малого и среднего бизнеса на различные сроки с целью развития бизнеса. Мы разработали недавно скоринговый продукт «Бизнес-Успех». Здесь он предоставляет сумме до 5 миллионов рублей на 60 месяцев и на различные цели финансирования. То есть это начиная от пополнения оборотных средств, заканчивая целями на развитие бизнеса. 3 миллиона рублей в данном виде продуктового предложения предоставляется без обеспечения. Оставшуюся сумму можно предоставить под залог товаров в обороте. Также широкий выбор программ позволяет обеспечить любую потребность финансирования для развития бизнеса. Здесь уже предоставляется сумма кредита до 150 миллионов рублей, возможен срок кредитования до 84 месяцев на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, рефинансирование задолженностей других банков, овердрафта, где лимит рассчитывается до 50% от кредитового оборота по расчетному счету, на приобретение недвижимости, как раз срок до 84 месяцев. Процентная ставка начиная от 11% годовых. Помимо кредитования, банк предлагает широкий спектр услуг для развития бизнеса компаний. Это начиная от расчетно-кассового обслуживания, большая линейка депозитов предлагается в данной категории клиентов. Это депозиты краткосрочные, овернайты с возможностью пополнения и частичного снятия, с возможностью досрочного расторжения, процентная ставка до 8-15 годовых. Возможность также размещения сроком на один день. Предоставляются корпоративные карты, которые являются удобным способом учета корпоративных расходов. При этом, например, внесение и снятие наличных на расчетный счет можно через банкоматы Банка Москвы. Но также мы предоставляем непосредственно для сотрудников компании зарплатные проекты. Основной интерес, конечно, будут вызывать в предпринимателей данной категории клиентов, исполнителей, участников господарственных заказов. Это те продукты, которые сейчас в ближайшее, уже в первом квартале выйдут на рынок. Это семь видов гарантий, начиная от таможенных налоговых возмещений НДС. И основные, конечно, это тендерные контракты гарантий. Тендерные гарантии на цели обеспечения участия в открытых конкурсах и акционах в сумме до 150 миллионов рублей. Единоразовая комиссия – 20 тысяч рублей, вознаграждение в процентах годовых – от 3,1. Здесь срок гарантии в соответствии со сроками, определенным на основании тендерной документации, но не более 9 месяцев с даты выдачи гарантии. Контрактные гарантии – это гарантии возврата аванса или надлежащего исполнения обязательств в гарантийный период. Тоже в сумме до 150 миллионов рублей, не более 30% от суммы контракта по условиям тендерной документации, если контракт на момент предоставления гарантии не заключен. Гарантии возврата авансом сроков до 18 месяцев, иные – до 36 месяцев. Тарифные предложения аналогичные тендерным. И запускаемые экспресс-гарантии, они интересны будут как раз для участников, которые активно работают на ЕДП. Это непосредственно гарантии в сумме до 5 миллионов рублей. Предоставляться они будут так же оперативно, как кредит на задаток в течение 3 дней. Фактически будет отсутствовать залоговое обеспечение, но и, по сути дела, данные гарантии будут предоставляться по типовым формам, то есть оперативно. Последнее продуктовое предложение Банка Москвы – это продукт госконтракт на финансирование на цели исполнения государственного муниципального заказа. Здесь максимальная сумма будет предоставляться до 150 миллионов рублей, это для непосредственно малого предпринимательства. Финансирование от 50 до 70% от стоимости контракта. Срок кредитования будет до 24 месяцев. Обеспечение права требований по контракту и поручительство основных собственников бизнеса. Будет строиться индивидуальный график соглашения основного долга и устанавливаться он будет в соответствии с датами поступления и оплаты по контракту. Еще хочется добавить, что кроме предложения Банка Москвы клиентам, которые не будут соответствовать требованиям банка, ну, например, это такие клиенты, у которых срок регистрации меньше 9 месяцев, будет доступно финансирование в микрофинансовой компании. Это тоже продукт будет на цели обеспечения заявки для участия в аукционе на ИТП. Сумма кредита не ограничена. Единственное, что более повышенная процентная ставка будет, это 24% годовых приблизительно. Срок предоставления в течение одного дня такого некого займа на базе микрофинансовой компании. У меня все. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел тогда попросить, Александр Григорьевич, если вы не возражаете, и Екатерина Сергеевна, вот я понимаю, что, наверное, в открытой сети есть вот эти продукты, о которых вы сейчас говорили, но мы дополнительно еще направим все торгово-промышленные палаты с учетом нашего разговора и выслушаем предложения и пожелания, которые могут быть использованы при разработке новых продуктов, о которых вы говорили, вот первый, второй квартал текущего года. Поэтому я хочу попросить всех участников нашего совещания, когда получите материалы, посмотрите и выскажите свои пожелания, какие проблемы или с каких проблем вы сталкиваетесь с тем, чтобы могли их тоже отработать с Банком Москвы. Спасибо. Я хочу попросить выступить руководителя департамента по развитию бизнеса единой электронной торговой площадки Данила Алексеевича Олейника, пожалуйста. Разрешите маленькое техническое отклонение. Вопрос, участники задают вопросы, нужно ли их озвучивать сразу, либо уже по факту после мероприятия. Было бы желательно, как только вопросы поступают, чтобы они нам поступали сюда. Это возможно? Да, конечно. Давайте, мы будем сразу потом, чтобы в завершении могли ответить на эти вопросы. Раз, спечатку надо сделать. Все выступления, потом уже будете зачитывать. Я думал, что вы сейчас что-то сделаете, чтобы мы могли посмотреть. Давайте. Данила Алексеевич. Данила Алексеевич. Данила Алексеевич. Итак, что мы предлагаем в качестве электронной подписи? К ней относятся. Усиленно квалифицирована электронная подпись, комплект поставщиков как по 63-му федеральному закону, так и для проведения торгов по 44-му федеральному закону о контрактной системе и 223 федеральному закону. Также это комплект заказчика для работы на общероссийском официальном сайте и для проведения заключенных по 223-му федеральному закону для работы на различных электронных торговых площадках. Во все комплекты базовые идет криптопровайдер CryptoPro CSP, который необходим для работы с электронной подписью, и различные типы защищенных носителей в зависимости от выбора поставщика. Помимо всего прочего, бесплатно доставляется доступ к системе электронного документа оборота, и различные программы сканирования, программы, которые будут привлечать жизнь поставщика при работе с электронными документами. Итак, перейдем к подробному комплекту заказчика. Комплект заказчиков у нас есть в двух видах. Это комплект 223 Start и 223 Профессионал. В комплект 223 Start идет доступ к ООС, проведению закупок в электронной форме, межведомственному порталу по управлению государственной собственности, а также специально разработанные для обречения жизни заказчика методические материалы, типовое закупочное положение по 223 закону и шаглоны закупочной документации. Комплект 223 Профессионал это более полный комплект, который входит, помимо доступа к основным площадкам, доступ ко всем коммерческим площадкам, которые только занимаются размещением собственности, а также для заказчика составляет возможность выступать в качестве поставщика, что достаточно часто. Точно так же разработаны закупочные положения, методические пособия, шаблоны закупочной документации, персональное обучение персонала заказчика по проведению закупок, а также персональный менеджер по проведению закупок. Теперь перейдем к поставщикам. Комплекты поставщиков. Мы разработали широкую линейку для поставщиков, делятся они на три основные блока. Первый блок это Startle Torque. Это тот базовый комплект, который необходим поставщику. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Комплект Startle Torque. Базовый комплект поставщика, который уходит все необходимое для начала работы в 44-м федеральном законе. Комплект имеет самую низкую стоимость на рынке, то есть ниже за аналогичный комплект другие и удостоверяющие центры не предлагают. Составляет стоимость 3500 рублей, в данный комплект входит защищенный носитель токен, ключ к квалифицированной электронной подписи для доступа к работе к пяти федеральным торговым операторам, включая ЕТП, и годовая лицензия на крипто-про ЦСП. Разработан также комплект Profile Torque, стоимость данного комплекта составляет 6500 рублей, данный комплект ориентирован уже на профессионалов электронных торгов и представляет более широкие возможности для участия в электронных торгах. В данный комплект входит защищенный носитель типа ЕТОКЕН, сертификат, коллекционный электронной подписи, с доступом к таким системам, как пять федеральных торговых операторов, свыше 100 коммерческих электронных торговых площадок, помимо этого доступ к порталу межведомственного документа оборота, порталу БОСУСЛУГ и также более чем к 24 системам, где только используется электронная подпись. Соответственно, вместе с данным комплектом предоставляется бесрочная лицензия на крипто-про ЦСП версии 3.6. Также два различных комплекта, комплект Техл Торг и комплект Сделай сам. Комплект Техл Торг представляет из себя некую реализацию дополнительного комплекта Профл Торг. Помимо всей начинки Профл Торга, в Техл Торг входит доступ к справочной информационной системе и техэксперт, которая позволяет решать вопросы, связанные со строительством, с НИПами, доступ ко всей нормативно-правовой базе, связанные с этим. Помимо этого, есть комплект Сделай сам. Это уже для совершенно опытных участников электронных торгов, которые понимают, какие направления ведения бизнеса им интересны, какие системы им нужны, какие системы не нужны. По сути, это представляет некий конструктор, где они собирают тот идеальный комплект, который их устраивает. Выбирают тип носителя, тип доступа к различным системам и, соответственно, сроки наличия или отсутствия как-то проведера в составе комплекта. Итак, основные преимущества взаимодействия – это единая цена по всей территории РФ, простота и удобство приобретения. Действительно, для поставщика нами была разработана уникальная CRM-система, которая позволяет в течение пяти минут оформить полный комплект документов для получения электронной подписи. Если поэтапно раскладывать, то выглядит это следующим образом. Поставщик заходит на сайт, выбирает комплект, он сжимает кнопку на приобретение. Заполняет в течение трех минут анкету с необходимыми данными на выпуск ключа, после чего ему генерируется весь комплект документов с необходимым для получения. Ему не нужно заполнять ничего вручную, ему не нужно дозваниваться на горячие линии, он делает все самостоятельно. После оформления он ставит подписи печати на сгенерированных документах, берет свежую выписку, а сгенерированный счет оплачивает, получает уведомление о поступлении денежных средств, после чего он выбирает место получения в виде электронного ученика и время получения. И приходит в течение 15 минут получает свою электронную подписку. Как уже было ранее сказано, доступ к пяти уполномочным торговым площадкам для размещения государственного заказа, доступ к межведомственному порталу управления государственной собственностью, федеральной службе по финансовому мониторингу, федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. И совершенно недавно мы прошли аккредитацию при федеральной таможенной службе. Теперь нашу подпись можно использовать и в рамках их электронных систем. Далее. Какие требования предъявляем к партнеру? В первую очередь, так как деятельность по выпуску электронной подпись является лицензированной деятельностью, мы требуем наличия лицензии ФСБ для осуществления действия достаряющего оценка. Помимо этого, персональный компьютер с установленным Windows, пакет Microsoft Office, криптопровайдер и наличие электронного замка. Все перечисленное в данных требованиях мы консультируем по получению новых лицензий, помогаем с установкой всего программного обеспечения. Более того, если мы начинаем работать, первое, с чем мы начинаем работать после подписания договора, это выставка нашего специалиста и обучение вашего специалиста. Мы помогаем настраивать ваш компьютер, проводим обучение по работе с нашей CRM-системой с точки зрения оператора и оказываем полностью субстанную поддержку при осуществлении деятельности нашего партнера. Основные преимущества, они очевидны. У нас кредитованный в настоящий момент свыше 200 тысяч поставщиков, у нас огромные базы по каждому региону и, безусловно, мы помогаем в продвижении наших услуг нашим партнерам. Это бесплатное обучение вашего специалиста, о чем я уже говорил, техническая помощь, консультирование. Более того, специально для вас под каждую палату будут разработаны отдельные методические рекомендации в зависимости от уровня сотрудника, то есть от самых примитивных по нажатиям кнопок до сложных с предоставлением всей необходимой нормативной базы. И работа в удобной и современной CRM-системе. Аналогов до нашей системы в настоящий момент на рынке не существует, и наши коллеги из Тамбовской торгово-промышленной палаты, Палашкинской торгово-промышленной палаты могут это подтвердить. По поводу условий. Смотрите, порядок работы с нами в качестве партнеров следующий. С каждого клиента вы получаете отчисления. Размер отчислений различен для разных комплектов. Базовый размер отчислений для комплекта Стартл Торг – это 700 рублей. Базовый размер отчислений для комплекта Профол Торг – это 1000 рублей. Остальные комплекты в зависимости от потока. Данные базовые отчисления, они на то и базовые, что потом, впоследствии, меняются. Чем больше палата, чем больше наш партнер выдает электронных подписей, тем больше он получает, тем больше становится его базовая ставка. То есть, если вы выходите на уровень свыше 20 подписей в месяц, базовое отчисление за комплект Стартл Торг поднимается до 900 рублей. И так далее. Более подробно будет обсуждаться с каждой палатой отдельно. Мы будем подписывать договор, в договоре, безусловно, все требования есть. Более того, по завершению нашего вебинара мы сделаем краткую справочную информацию по поводу именно тех отчислений, которые идут палатам, и как это все происходит. Идем дальше. Обучение поставщиков. Обучение поставщиков 44-му федеральному закону это наиболее актуальная тема в настоящий момент. У поставщиков совершенно размытая информация по поводу, что и как происходит. Поэтому в настоящий момент это действительно актуальный и интересный класс бизнеса, на котором мы все совместно можем реализовать свои достижения. Далее. В каких видах у нас проходит обучение поставщиков? В форме семинаров, практических тренингов, комедаров и практических конференций. Есть два направления обучения. Это обучение по 44-му федеральному закону, обучение по 223-му федеральному закону. По параметрам взаимодействия с нашими партнерами и по требованиям к нашим обучающим партнерам. Мы предъявляем определенные технические требования к партнеру. Минимум должно быть наличие хотя бы компьютера для того, чтобы можно было проводить дистанционное обучение. Партнеру для того, чтобы поставить нашим партнерам, необходимо провести следующее. Ему нужно зарегистрироваться на регулярные бесплатные партнерские конференции. Направить преподавателя. Мы обучаем совершенно бесплатно преподавателя. После чего передаем методические разработки для проведения обучения поставщиков. Соответственно, после сдачи квалификационного экзамена преподаватель может поступать к обучению наших поставщиков. Совершенно аналогичное преимущество. Мы также не только по электронной подписи, но и по обучению помогаем партнеру в привлечении клиентов. Мы даем готовые разработанные методические материалы. И более того, мы в зависимости от потребностей можем перерабатывать, отрабатывать наши существующие методические материалы под нужды того или иного региона. Соответственно, по партнерским схемам. Схема здесь обратная. Здесь уже не мы платим торгово-промышленной палате или нашему партнеру. Здесь партнер платит нам. И все денежные средства, которые идут нашему партнеру, за вычетом наших отчислений, остаются у него. Базовый размер отчислений в нашу компанию составляет полгода тысячи рублей. Базовая стоимость курса от десяти тысяч рублей в настоящем моменте. Но, безусловно, мы не можем всегда тщательно смотрим на ситуацию на рынке. И если в какой-то момент оказывается, что данный продукт слишком дорог для поставщиков, для представителей малого бизнеса, у нас разработана система прогрессирующих скидок, что будет достаточно удобно и для привлечения партнеров. И достаточно интересный пласт партнерства в настоящий момент учебный центр ОИТП при успешном сотрудничестве с Инфомиссис дает возможность нашим партнерам обучать заказчику по 44-му федеральному закону и выдавать свидетельства установленного образца о повышении квалификации, что дает возможность членам закупоченной комиссии после 2017 года быть состоят в данной комиссии. Соответственно, данные направления ведутся не только с ИТП, но и совместно с МИСИС, представляет схему работы по привлечению клиентов, то есть вы получаете агентские отчисления за привлекаемых клиентов на обучение. Есть направление два, это совместное проведение обучения торгово-промышленной палаты в регионе и дистанционное подключение специалистов МИСИСа для прочистки определенного количества лекций и выдачи диплома несвидетельств установленного образца. Соответственно, требования к партнеру точно такие же, как для обучения заказчика, такие же, как для обучения ничего нового. По размеру агентских отчислений они составляют порядка 2-3 тысяч в зависимости от стоимости курса. Об этом будет подробнее в сопроводении в СМЕ вместе с тепловыми формами договоров о привлечении. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Я бы хотел буквально в завершении вашего выступления сказать несколько слов. Первое. Есть полная возможность подготовить палату при желании палаты к выдаче электронной подписи, к подготовке специалистов, кто может обучать для работы на электронной площадке. Но для этого вне всякого сомнения надо владеть рынком услуг. Но мы бы считали, что торговая промышленная палата должна этими услугами обладать. Для того, чтобы были конкурентные преимущества, насколько я понимаю, этот вопрос, который можно для каждого региона рассматривать отдельно, но что самое важное, я думаю, что вы все меня поддержите, что доверие к торгово-промышленной палат сегодня все же несколько больше, чем малоизвестным коммерческим структурам, которые сейчас будут все больше и больше появляться на рынке и рекламировать свои услуги. Поэтому мы вне всякого сомнения, предлагая вам, партнеров, в определенной степени несем ответственность за то, что мы предлагаем и, естественно, будем интересоваться, как это сотрудничество будет проходить у тех палат, которые изъявят желание. для лучшей организации я бы хотел попросить на первых порах, и мы подготовим такое директивное письмо через Департамент экономической безопасности предпринимательства, чтобы информация от палат поступала и в наш департамент, и непосредственно в адрес руководства электронной площадки, с тем, чтобы мы могли каким-то образом эту работу координировать. Я думаю, на первых порах это имеет смысл. А сейчас переходим к ответу на вопросы. Пожалуйста. Вопрос возник у Щелкуновой Ирины Александровны, представителя ТПП Костромской области. Вопрос звучит так. Возможно ли получение поставщиками услуг Банка Москвы при участии в аукционах на других площадках. Соответственно, ТПП при этом принимали бы непосредственное участие в формировании пакета заявки для банка, в том числе и при потребности в гарантиях при участии в конкурсах. На базе торговых промышленных палат будет создан некий конституционный центр, через который можно будет подать заявку, который будет обрабатываться в ближайшем базовом филиале и, соответственно, получить финансирование и гарантию. Ответ да. Спасибо. Я буквально несколько слов хочу сказать. Действительно, у нас вот такое как бы может быть совместное первое проведение вебинара, но по ходу я понимаю, что достаточно большой объем информации мы сейчас выгружаем на руководителей региональных ТПП. и, наверное, мы в рамках комитета создадим на сайте комитета ряд директорий, которые будут как раз целевым образом направлены на сбор вопросов, на сбор предложений. Думаю, все презентации, которые сегодня будут здесь представлены, тоже там появятся в разделе информационных материалов, чтобы можно было бы не спеша с вами ознакомиться, подумать, написать свои предложения. Ну и также подумаем о том, чтобы можно было сформировать некие режимы электронного форума, где мы постараемся совместно с ЕТП создать такую титул, где все вопросы можно было бы в открытом пространстве, да, электронно сейчас модно, и актуально и своевременно все представители регионов ТПП обсудить с теми или иными участниками нашего направления и с чем миссиями. Вот, поэтому те вопросы, которые еще не прозвучали, они в ближайшее время возникнут, и мы для этого подробности. Завершая, еще раз хочу подчеркнуть, что первое, наша задача создать все условия для региональных торгово-промышленных палат по расширению сферы услуг. в области государственных заказов по реализации 44-го федерального закона. Я еще раз повторю, первое, это обучение, второе, широкий спектр связанных с проведением экспертизы, и третье, то, о чем шел сегодня разговор о предоставлении банков гарантий при продвижении малого среднего предпринимательства, тех услуг, которые предоставляет Банк Москвы, и электронная площадка. Материалы, как уже сказал Александр Григорьевич, будут размещены на сайте комитета по закупкам или в сфере закупок, и ряд материалов мы целевым порядком по электронной почте направим вам по итогам сегодняшней работы. Я бы хотел попросить, кто участвует, проинформировать руководство региональной торгово-промышленной палаты о нашем разговоре. Вне всякого сомнения, и я это обещаю, с рядом руководящих палат, я проговорю возможности данных услуг, о которых мы сегодня говорили, о которых будем говорить завтра, и я бы хотел получить обратную связь от тех, кто сегодня участвует по тем проблемным вопросам, которые существуют для формирования дальнейшей нашей совместной работы. А сейчас я хочу поблагодарить и пожелать вам всего доброго здоровья и успехов на этом поприще. Всего доброго. До свидания.